здравствуйте действительно я сотрудник института войны и истории академии генштаба но данном случае я не направлен к вам не академия генштаба я приехал по приглашению моих хороших друзей я с большим интересом всегда приезжал в Алабугу и если говорить конкретно о Сталинграде то я занимаюсь Сталинградской битвой наверное лет 15 в том числе и ездил на место на места боев чтобы увидеть ту реальную местность на котором все происходит почему Сталинград это история успеха вот как не странно если вычленить ту магистральную линию которую мы видим когда обсуждаем Сталинградскую битву это история успеха история победы в ситуации которая казалась просто безвыходной когда казалось что Советский Союз может потерпеть поражение а уже тогда осенью 42 года было понятно что поражение это смерть и геноцид что уже видели на освобожденных территориях что творят оккупанты что реально шла речь о существовании народа не просто даже о проигрыше войны а о существовании народа поэтому ставка в этом сражении была высока не просто даже жизнь тех людей которые принимают участие в бою но жизнь всех тех кто проживал на огромной территории на Советского Союза ну и из чего стоит начать начать стоит с того что такое план и возможности его реализации во-первых общая обстановка если мы посмотрим на то что происходило то что можно сказать на какой-то момент замерла в октябре 42 года мы видим что враги находятся на Кавказе они стоят двух шагах от грозненских нефтепромыслов немцами занят майкоп это миллион тонн нефти в год и что самое плохое были перерезаны магистрали по которым снабжалась нефтью и красная армия вообще весь Советский Союз в тот момент еще не было нефти западной Сибири более того не было второго боку между Волгой и Уралом и поэтому Кавказ был единственным источником нефти и даже кратковременное как мы сейчас знаем пребывание оккупантов на Кавказе привело к жесточайшему энергетическому кризису то есть само по себе нахождение группы армий а на Кавказе это была удавка накинутая на шею Советского Союза дальше мы видим что враг стоит на Волге враг стоит в Ржевском выступе примерно в двухстах километрах от Москвы и со всем этим надо было что-то делать иногда говорят о том что план Сталинграда был придуман еще в июле это не совсем так если встретите это утверждение оно несколько торопит события реальные планы июльских операций они были сиюминутными направленными на сдерживание противника нанесение ему контрудара во фланг может быть перехвата его коммуникаций реальное планирование шло уже осенью и в разрезе того что такое планы возможности его реализации любопытно то предложение которое выдвинул один из командующих на тот момент командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко маршалом он стал уже после войны но тем менее один из наших выдающихся военачальников часто ему приходилось разгребать кризисные ситуации в частности вот летом 42 года под Сталинградом и он предложил план он предложил тот план который казалось бы вам знаком в том числе по схеме на стене дома где вы готовились к пейнболу но на самом деле он здорово отличается Еременко предлагал ударить с севера кавалерии он предлагал дойти до калача перехватить железную дорогу кавалерийскими кавалерийским корпусом этот план был неработоспособен поскольку кавалерии при всей ее хорошей физической подготовке нельзя было сделать много противник бы этот удар наверняка отразил поэтому это предложение на Еременко отклонили хотя в его предложение уже было рациональное зерно удар с другой стороны не просто фланговый удар а удары по сходящимся направлениям с двух сторон чтобы окружить врага но для того чтобы это сделать нужны были средства а вот здесь в центре карты имеется на волге в центре в правой части карты мы видим город сталинград в этом городе сталинград был танковый завод он был полностью уничтожен даже сейчас видно на большом экране это корпуса танков т-34 видите это корпуса без башен с такими пустыми глазницами на месте башен его не было он был уничтожен этот был единственный завод который начал работу еще до войны фактически с потери этого завода был потерян последний завод в советском союзе который производил танки до войны до войны танки производил ленинград харьков и начал работу сталинград вот все три промышленных центра в ленинграде было два завода были потеряны и просто не было и с этим нужно было что-то делать и вот основу победы всегда закладывает экономика экономика и промышленное производство и яркий пример тому сталинград потому что здесь сошло все и оперативное искусство и экономика и идеи и как мы увидим дальше храбрость отдельных бойцов и командиров был такой человек исаак зальцман на тот момент он занимал должность наркома танковой промышленности ранее он возглавлял кировский завод вот его портрет то что сталинград возможно будет потерян было ясно еще летом 42 года что надо с этим делать это затеряется что мы делаем у нас есть челябинский тракторный завод он делает тяжелые танки но нам нужны средние мы разделяем производство и делаем и тяжелые и средние балансируя их количество так это я поторопился балансируя их количество в пользу средних потому что они являются рабочей лошадкой войск есть завод номер 37 эвакуированный из подмосковья он делает легкие танки т-70 сворачиваем производство оборудование передаем для производства танков т-34 но здесь не видно чуть чуть ушло за край экрана это уралмаш завод уралмаш который не имел даже мобилизационного плана на производство танков этот завод привлекается к производству сначала корпусов тяжелых танков а летом 42 года он переходит на полноценное производство 34 в том числе за счет оборудования завода 37 легких танков и что получается в результате мы видим что завод стз теряется вот зеленый столбик он постепенно сходит на нет но за счет привлечения новых предприятий это и уралмаш фиолетовый голубенький столбик это еще омск и за счет того что привлекается дополнительные мощности количество произведенных танков т-34 ежемесячно оно не просто не падает оно растет то есть оно удерживается примерно на уровне 1200 1300 машин в месяц а в октябре удается выйти почти на полторы тысячи машин то есть потерю сталинграда удалось парировать за счет чего заранее об этом подумали переключили производство и у нас есть танки т-34 для того чтобы использовать их бою на что в берлине могут сказать ну и что опять та же карта обстановки и я могу привести немецкие данные по потерям они естественно в несколько раз выше понятно что потери противника всегда завышаются в данном случае используют наши документы красной армии которые показывают потери бронетехники фактически в августе октябре 42 года западный фронт в августе под желом теряет почти тысячу машин в сентябре более 700 бои сходят на нет в октябре но там почти все равно почти 200 машин Воронежский фронт 250 в августе Донской фронт это бывший Сталинградский фронт в августе потерял 800 машин в сентябре 600 в октябре интенсивно снижается но 113 Сталинградский фронт в августе теряет 500 машин в сентябре больше 300 в октябре почти 200 немцы говорят ну и что вы производите танки мы их перебьем у нас есть новые противотанковые пушки новые противотанковые средства если эти ваши произведенные танки Т-34 выйдут на поле боя мы их перебьем если вы опять же просто на глазок просуммируете количество танков то увидите что их так то больше полутора тысяч за месяц приходится поэтому мало было даже произвести танки что само по себе было безусловным безусловным прорывом мало было их доставить на фронт обучить экипажи их нужно было организовать так чтобы они не стали цифрами вот такой то таблицы потерь что было для этого сделано для этого было сделано то же самое примерно как если сейчас целую дивизию посадить на вертолеты полностью посадить на вертолеты перемещать исключительно по воздуху вот для 42 года решение с механизированным корпусом оно было именно такого уровня когда сколачиваются механизированные бригады по три с половиной тысячи человек каждая они ездят они не ходят пешком они все передвигаются на танках грузовиках ну плюс еще некоторое количество было бронемашин три механизированные бригады одна танковая бригада в итоге 16 тысяч человек которые не ходят пешком они передвигаются только на автотранспорте или на бронетехнике это был большой прорыв для того времени в том числе в количественно и качественно количество на 16 тысяч человек это много и в чем была главная особенность использования такого рода средств когда вы играли в пейнтбол вы наверняка сталкивались с проблемой подвижности даже я специально спрашивал могут ли ваши противники контратаковать вот если бы они еще могли контратаковать шансов победить было у вас очень мало поскольку не было разницы в подвижности а вот представьте если бы вы могли вы вы на поле на мотоцикле с автоматической пейнтбольной пушкой выйти и доехать до противника буквально за считанные секунды до того как в вас попадут вот это примерно то же самое механизирные корпуса немецкие танковые дивизии советские танковые дивизии 41 года это колоссальная подвижность которая отличает основную массу вооруженных сил и вермахт и красная армия на 90 процентов состояла из пехоты которая ходила только пешком все передвижения на большие расстояния понятно перевозили по железной дороге но в основном люди проходили какие-то маневры с одного участка фронта на другой или выдвижение из резерва пешим маршем максимум нормальных так скажем физических возможностей пехоты это ну 30 километров в сутки больше малореальный тот темп 30 километров держать день 2-3 уже проблематично а механизация то есть танки плюс автомашины позволяет пройти 100 километров в сутки это вот тот самый мотоцикл с которым выезжаешь на поле расстояние преодолеваешь практически молниеносно одним прыжком вот вся операция Красной армии под Сталинграном операцию ран она опиралась на вот эту разницу на то что можно будет быстро пройти большое расстояние и выйти в тул противнику потому что пешком или даже кавалерии такой маневр был нереальным потому что как только противник увидит что его обходят он сам предпримет симметричные маневры и не позволит нам это сделать если мы будем попытаться пытаться его окружать пехоты передвигающиеся со скоростью ну реально километров 10 сутки ничего не получится кстати чуть отвлекаясь сейчас именно ситуация равной подвижности на самом деле она уже с послевоенного периода там с восьмидесятых годах то же самое было войну между Ираном и Ираком когда равная подвижность окружать не получается уран в нынешних условиях он малореален именно из-за отсутствия вот этой разницы в подвижности может быть кто-то скажет ну конечно же западные союзники помогли Советскому Союзу с автотранспортом и благодаря этому можно было спокойно проводить такие операции как операции уран ответ неправильный в действительности на первое января 1943 года ленд-лизовских машин в Красной Армии было 5,4% примерно одна машина из 16 еще один процент то есть одна машина из 100 это были трофейные машины взятые например под Москвой а 93,7% автотранспорта Красной Армии было отечественного производства это были вот такие Захары полуторки и невзирая на тяжелейшие потери автотранспорта в 41 42 года Советский Союз был великой грузовиковой державой если в Америке были миллионы легковых машин то в Советском Союзе были сотни тысяч грузовых машин производства которых наладили в 30-е годы именно этот ресурс использовали для создания механизированных корпусов которые были способны проходить 100 км в сутки и обеспечивать решающие превосходство подвижности в нужное время в нужном месте однако не все было в Красной Армии хорошо огромной проблемой советских вооруженных сил была артиллерия хотя говорят о том что русская артиллерия была лучше в мире действительно русская артиллерия безусловно одна из лучших в мире на 42-й год это была колоссальная проблема с боеприпасами с чем она была связана на самом деле с достаточно простыми вещами она была связана с потерей производства порохов которые находились преимущественно в европейской части страны завод в Шостке был потерян в сентябре 41-го года осенью 41-го года был потерян завод в Петровеньках когда немцы подходили к Москву пришлось спешно эвакуировать и сворачивать пороховое производство в подмосковном Олексине камен шахтинском под Ростовом когда немцы подходили к Ростову и по сути главным производителем пороха оставался завод где в Татарстане вы не поверите завод номер 40 в Казани Красная армия висела долгое время если быть совсем точным где-то до августа 42-го года на Казанском пороховом производстве потом раскрутили Пермь Кемерово но по состоянию на осень это еще была нерешенная до конца проблема что надо делать когда у вас не хватает ресурсов концентрировать на нужном направлении именно это сделали в Красной армии у нас мало боеприпасов тогда давайте мы будем концентрировать артиллерию на направлении где все решается концентрировать собирая все со всех других оголяя все остальное но собрать там где решается исход операции исход всей войны как это было сделано объединяли в артиллерийские дивизии это было советское ноу-хау немцы попытались его воспроизвести у них просто не получилось по разным причинам в том числе сугубо организационным и собирают артиллерийские дивизии резервов головного команды которые ставят на направление главного удара в том числе в операции уран под Сталинградом концентрируем силы но это еще не все когда у нас надо мало пороха что надо делать пытаться делать инновационный скачок если у нас нет какого-то ресурса давайте сделаем инновационный скачок как это было в практической точке зрения Красная Армия стала минометизироваться Красная Армия стала больше получать минометов которые были изобретены в 30-е годы это была инновация немцы воспринимали с большим трудом и в итоге опять же в штатах дивизии изначально урезанных количество минометов постоянно увеличивалось и на этом все не заканчивалось количество боеприпасов для минометов скачкообразно росло ни один из типов боеприпасов производившихся во время Отечественной войны не рос производстве по сравнению с сороковым годом в разы потому что количество производимого пороха опять же в Советском Союзе оно находилось на одном достаточно таком стабильном и не самом высоком уровне во всяком случае там пятьсот тысяч тонн пороха в год которые хотели произвести по довоенным планам никогда не произвели за войну производили где-то сто сто семьдесят тысяч тонн пороха в год но когда у нас мало пороха на минометные мины меньше тратятся мина сто двадцать миллиметров колоссально на самом деле разрушительной мощности требует полкило пороха выстрел для гаубицы новейшие образца тридцать восьмого года два килограмма в четыре раза больше мина восемьдесят два миллиметра требует всего пятьдесят грамм пороха снаряд такого же сопоставимого калибра 76 полкило пороха дивизионный килограмм у нас мало ресурсов мы с одной стороны концентрируем с другой стороны распределяем его по инновационному средству борьбы которое требует его меньше и в результате мы немцев перестреливаем но не по тяжелой артиллерии а по минометам потому что немцы за этой инновации не успевают они у нас украли наш миномет его стали производить на своих заводах копию его но эта копия начала производить сорок третьем году и развернуть достаточную мощность и произвести их столько же сколько было в красной армии немцы уже не смогли то же самое с другим ресурсом людским люди которые способны быть штурмовиками я думаю что вы понимаете это по пейнтболу что есть люди бойцы которые могут быть штурмовиками которые могут идти вперед и всех сносить но это есть такое причем вам легче вы все молоды а в реальных вооруженных силах красной армии сорок второго года масса людей и тридцать пять лет и сорок лет потому что и потери войны большие на самом деле армия десять миллионов десяти миллионную армию только из молодых ребят не наберешь это нереально поэтому что надо делать концентрировать ресурс штурмовиков способных штурмовать самых молодых самых сильных самых крепких в одном батальоне из трех полк три батальона мы оставляем один который идет и штурмует и два других которые его обеспечивают прикрывают фланги закрепляются если будет контратака противника тоже концентрацию усилий везде мы видим один и тот же принцип концентрацию ценного ресурса на ключевом направлении потому что если размазать этих штурмовиков по трем батальонам эти три батальона столько же не сделают сколько полк в котором есть четкое распределение ролей кто штурмует кто закрепляет и вот именно это все вместе создало основу для того чтобы сформировать тот самый план тот самый план карту которого вы видели и здесь еще один принцип который понадобится не всем понадобится тем кто будет руководителем умение слышать своих подчиненных товарищ сталин был человеком который мог слышать на совещании в кремле вот эти два человека маршала победы василевский и жуков вот в тот момент представители ставки между собой стали обсуждать кризис под сталинградом который был в тот момент и они сказали нам нужно другое решение товарищ сталин вроде бы задумался стоял у окна с трубкой и он повернулся сказал какое решение что за другое решение ему предложили амбициознейший план который мог быть реализован только с участием всех тех средств о которых я говорил это удар из волжских степей механизированными корпусами которые полностью пересажены на автотранспорт или на танки и танковая армия из севера не кавалерии как предлагал Еременко а танками тоже механизированные моторизованные но в меньшей степени то что никогда никто до этого не делал удар на колоссальную глубину на глубину 100 километров потому что удары ближе не срабатывали а здесь на этих дальних флангах сидели румыны и был шанс именно их побить как это выглядело с сугубо практической точки зрения до этого я показывал картинку где пехота 90 процентов вооруженных сил имеется ввиду именно соединений то есть дивизий корпусов вооружев вооруженных то есть выгляделом проектировка Того, что они были качественно выше всех остальных, за счет того, что они могли передвигаться на грузовиках и вести все за собой. Ведь что такое? Это не только люди передвигаются на автомашинах и танке. Они могут за собой на те же грузовики положить ящики со снарядами. Они могут вести с собой бочки и канистры с бензином, дизельным топливом. Они полностью автономны. Они могут по голой степи двигаться сами 100 километров и ни о чем не думать. У них все с собой. И пройти по этой степи 100 километров за сутки. Те самые 100 километров, которых отделяют от успеха, от смыкания под калачом. И вот эта часть, она была как раз важнейшим компонентом именно операции «Уран». Потому что удар с севера, не обеспеченный встречным ударом, он был бы обречен на неудачу. Нужно было резать сразу с двух сторон. Это была классическая схема окружения. Но она была реализуема только при наличии соответствующих средств. Румыны, ну, румыны, конечно, были слабее немцев, но, тем менее, свои проблемы могли быть. Но о них чуть позже. Для начала надо всегда смотреть правде в глаза. И гениальные люди могут ошибаться. И даже такой выдающий человек, как Сталин, он ошибался. Это тоже бывало. Неудачи лета 42-го года, когда наступление Красной Армии не получались. Попытались сделать новую схему наступления. То есть наступать стрелковой дивизии, все три полка в линии и всего один батальон в резерве. Раньше работали вот так. Два полка третьей линии, один сзади. И вы тоже, наверное, когда в пейнтболе распределяли роли, наверняка вы использовали такую вещь, как второй эшелон, который развивает успех. И вот эта схема, которая была предложена приказом за подписью Сталина, приказ номер 306, она была не рабочей, как показала практика. А рабочей была как раз вроде бы староотжившей. Потому что командир дивизии мог, когда один полк продвигается быстрее, чем другой, усилить это направление. И опять же сконцентрировать силы там, где получается. А здесь он имел только один батальон, если у кого-то дела идут лучше. Понятно, что один батальон погоды не сделает. Поэтому изначально было заложено построение с ошибкой. И не было понятно, сработает это или не сработает. И вот тут самое время вспомнить про румын. Румыны, конечно, были слабее немцев. И когда они попытались потренироваться в стрельбе по русскому танку Т-34, это произвело на них просто тяжелейшее впечатление. Потому что они поняли, что они пойти ничего с ним сделать не смогут. И, конечно же, в случае массированной танковой атаки румыны посыпались бы. Вопрос был исключительно в том, сработает или не сработает то самое ошибочное построение. И вот наступает день, 19 ноября 1942 года. И это был момент истины. Начинается от подготовка. Идут в атаку. И приходится вводить в бой танки, потому что пехота не справляется. Это обходится одному танковому корпусу 49 танков, во второму 46, это 30% их состава. Но все равно румыны сыпятся. И танки, оставшиеся в строю танки, уходят в глубину. Оставшиеся 70% боевых машин уходят в глубину. И дальше они двигаются вперед. Ну вот такими черными стрелочками. Два корпуса танковой армии. И двигаются они, обходя очаги сопротивления. То есть в чем еще возможность тех, кто передвигается только на автомашинах и танках? Для них не столь важно расстояние. Натолкнувшись на сопротивление, они могут его обойти, проехав больше по дороге. Но они едут, они идут. И поэтому у них вот этот обходной маневр, он получается быстрее. И что еще в этот момент было ключевым? Погода. Погода была плохая и не годилась для действий авиации. Казалось бы, все поставлено на карту. Все получится. Мы победим. Не получится. Немцы займут нефтепромыслы Кавказа. И Красная Армия просто встанет. То есть проиграть было нельзя. И незадолго до начала операции, даже сам Сталин говорил, ну не начинайте без авиации. Как бы у вас... Мы вспоминаем, что артиллерии-то мало, пороха мало. А так самолеты, бензин есть, можем взлететь, ту же взрывчатку бросить без пороха, как бомбу. Это тоже ресурс, который можно использовать. Но вот что такое выбор руководителя, а в данном случае полководца, пойти на риск. И Василевский говорит, плохая погода, мы откладывать не будем. Либо вскроют наше сосредоточение в этих голых волжских степях, где не спрячешься особо. Если мы там еще будем пытаться прятать наши механизированные корпуса с колоссальным количеством техники, немцы с самолетов это увидят рано или поздно. Как только погода улучшится, они увидят. Они постоянно летают, они увидят. И начинает в плохую погоду. И вот все эти маневры оказываются закрыты сверху густой облачностью. Немцы их не видят. Вот этот вот весь бросок, они его не видят. И они не могут по нему бить авиации. Танковый корпус может встать посреди степи во враге и заправляться во враге, не боясь того, что сверху посыпятся бомбы. Это вот тот случай, когда погода помогла. И действительно, решение начинать без авиации, лишив себя бомб, которые можно кинуть на голову противнику, но зато закрывшись от него густой облачности. Но вот тут наступает момент, когда очень многое уже зависит от конкретных людей. Не просто от масс техники, от десятков тысяч пехотинцев, мотопехоты, а уже от конкретных командиров. Город Калач. Там мост. И замыкание котла зависит от того, возьмем этот мост или не возьмем, или немцы его удержат. Такая ситуация уже была под Москвой, когда с двух сторон шли на Вязьму, а немцы крепко Вязьму с двух сторон прикрыли и окружений сбежали. То есть с двух сторон подходили тогда еще кавалерийские корпуса Носкова и Белова, и они уперлись в эти заслоны, которые поставили немцы с двух сторон от города. Такой же номер они могли сделать с Калачом. К Калачу действительно из Сталинграда ехали отряды, которые должны были предотвратить катастрофы с окружением. И отправляется передовой отряд численностью две роты мотострелков и примерно 200 человек всего. Пять танков, всего пять танков, одна бронемашина. И от них зависело очень многое сейчас. Командовал им имя подполковник Филиппов, командир 14-й мотострелковой бригады. И они едут к мосту. Когда Калач был советским, мост находился в точке с номером 2. Мост потом пришлось взорвать. Там была паромная переправа. Внимание, вопрос. Куда едет отряд подполковника Филиппова? Он едет точку 2. Потому что там была советская переправа. И когда он приезжает к точке 2, он обнаруживает там остатки паромов. Моста нет. Моста нет. Захватывать нечего. Немцы думают по-другому. Противник, он всегда на самом деле думает по-другому. Они решили сэкономить, потому что они делали переправу с нуля. Они предпочли использовать другую точку, Березовский, соседний, калач на восточном берегу Дона. Построили мост у Березовского. И вот стоявшие у остатков паром на переправу подходят местные жители и говорят, вам что, ребятки, нам нужен мост, откровенно отвечают ему. Ему сказали, так мост, до него три километра. Они говорят, хорошо, веди нас. И они едут вдоль берега Дона. История, она очень, на самом деле, замысловатая штука. Если бы они ехали в лоб, они бы уперлись в немецкую боевую группу, которая стояла на подступах к мосту. Правильное решение, если бы обсняли, увидели, где переправа, они бы уперлись в немецкий заслон. Они проходят у него за спиной. Потому что приехали в неправильную точку. Более того, отряд, посланный Паулюсом из Сталинграда, за несколько часов до отряда подполковника Филиппова проезжает по мосту и уезжает подпирать румын с танками и бронетранспортерами. Проезжает, просвистывает и уезжает в темноту. И когда по берегу Дона к мосту приближаются советские танки с зажженными фарами, что думают немцы? Это свои. Почему? Человек знакомый с обстановкой скажет, ну как же так? Немецкие танки жужжат, Т-34 грохочут, у них более мощный двигатель. В октябре Паулюс командующий 6-й армии приказал создать отряд из советских трофейных танков для тренировки штурмовой груз в Сталинграде. И сидящие у моста охранника видят едущие три четверки и спокойно от них отворачиваются. Это же свои, это отряд созданный по приказу нашего любимого командующего. И пять танков въезжают на мост, всех разметывают, врываются в калач и все. Филиппов, понятно, получил Герой Советского Союза. Потому что он реально сделал чудо. Причем это именно стечение обстоятельств. Удача, она тоже важна. Военное счастье, оно тоже имеет место. И он опередил основную массу 26-го танкового корпуса, который на самом деле уперся в тот самый заслон, который немцы, опять же, исходя из своих соображений, выставили к правильному мосту. Он его не сразу сломал, но захватить надо было мост достаточного маленького отряда. И у него все получилось. Это зависело от конкретных людей, от конкретных двух сотен человек, хотя во всей битве советской стороны участвовало больше миллиона. А немцам перестает вести. те немцы, которые должны были противостоять нашему обходу, обходным маневрам, они оснащались в том числе чехословацкими танками. Они долго были в резерве, танки стояли в капонирах, и мыши съели проводку. Это правда, это подтверждается там документально всем. Они оставили танки, долгое время не запускали двигатели, и когда наступил день, когда русские перешли в наступление, как говорится, крутят, они заводятся. В результате половина танков вот этого чешского производства. Немецкую проводку русские мыши не ели, видимо, чешская проводка, она содержала какие-то, как говорится, компоненты особо вкусные. Представьте, эти чешские танки бросаются на месте, недавно продвинутый командир Фердинанд Гейм действует вяло, нерешительно, в отличие от наших командиров, которые как раз-таки действовали очень энергично. Он был отстранен, заключен в крепость, в 1944 году бросили в бой, в общем, там попал в плен союзникам, ничего интересного с ним не случилось. Но немцам тоже и не повезло, ну и на самом деле к вопросу о том, что надо быть хозяйственными людьми. Потому что надо хотя бы иногда танки-то опробовать, что называется, хотя бы раз в неделю ключ поворачивать, заводится, не заводится. А если думать, что он заведется, потому что это надежная чешская техника, то можно и в нужный момент оказаться без бронетехники. В итоге кольцо замыкается. И все. Почему все? Потому что каждый день по железнодорожным эшелонам, автотранспортам армия Паулюса получала до тысячи тонн боеприпасов. Она могла расстрелять тысячу тонн целый эшелон за один день. А тут раз и вот эта линия, она перерезана. В войнах 20 века это работает именно так. Если нету непрерывного поступления эшелон за эшелоном боеприпасов, горючего пополнения бронетехники, армия останавливается. И армия Паулюса ничего не может сделать. У нее есть запасы на складах, но там две тысячи тонн. С ними не навоюешь, прямо скажем. Окружили все. Ну, как сказать все. У немцев, естественно, появился хитрый план. Каким образом спасти окруженную армию. вот есть две стрелки прорыва к окруженным. Вот исходя из общей логики, по какому надо идти пути? По короткому. Ну, ведь правильно, по короткому пути лучше всего идти. Так же думал и советская командование. Немцы ударят по кратчайшему расстоянию. Они ударили по более длинному. они ударили от станции Котельникова, где выгружались из аршелонов прибывших из Франции после пополнения войска. То есть они после неудачи под Москву были выведены во Францию, где отдыхали, пополнялись техникой, людьми. И потом приехали на Советский Германский фронт, они разгрузились на станции Котельникова и через некоторое время пошли в наступление. Они ударили там, где их не ждали. И что в этой ситуации? В этой ситуации сработали те самые механизированные корпуса, которые передвигаются на автотранспорте, на танках. Их можно просто взять и развернуть от окружения и направить на отражение тех, кто рвется от окружения, пробить извне. Именно они, два мехкорпуса, они остановились. Остановили тот натиск, который был неожиданным. Потому что так, если открыть советские документы, в них прямым текстом написано вспомогательное направление Котельникова Сталинград, оно оказалось основным. И там был главный очень сильный удар, который сметал все на своем пути. Но за счет, опять же, средства, которые получили в руки красные командиры, ни кавалерия, ни пехота, которая ходит пешком. Почему получались окружения в 41-м году? Потому что вот эти все удары, следовавшие в неожиданном направлении, против них пытались выдвигать пехоту стрелковой дивизии пешком, темпом там 30 километров в сутки. Они, естественно, не успевали заблокировать вот этот неожиданный удар. А тут развернулись, быстро подъехали, погрузились на автомашины, раз-раз выстроили, буквально из ничего выстраивается стальной заслон. Отбивают эту попытку, но что тут еще крайне показательно? Крайне показательно тут вот что. Командная игра. Вот опять же, когда готовились к пейнтболу, я общался с командирами говорили, здесь пойдет столько-то человек, с другой стороны больше, там 40%, здесь там 20%, здесь 40%. На войне и вообще во многих сферах человеческой деятельности война — это просто такой предельный случай, предельная форма человеческой деятельности, в которой и самопожертвование имеет место, и вот это кто проигравший гибнет. Работает командная игра. Вот идет тот самый удар от Котельникова, который сдерживается как раз противотанковая бригада, это немецкая карта, если что, на ней, поэтому немецкое обозначение. Вот механизированный корпус, в общем, они тоже разведка, более-менее сторон все увидел. Вот механизированные бригады, которые как раз сдерживали. Немцы пытаются через них пробиться, идут навстречу из штаба Манштейна, немецкого военачальника, командующего группой Армидон, по рации обращаются к Паулису. Нам осталось до тебя идти километров 30, но на момент, когда они общались, было 48 километров. Мы можем пройти еще километров 18, мы до тебя до конца не дойдем. Ударь нам навстречу. Нам нужен удар навстречу, чтобы пробить кольцо, мы тебе переправим 3000 грузовиков с горючим, с боеприпасами, и 6-я армия вновь станет как покорительница европейских столиц, встанет с колена раскидает во все стороны русских. А Паулис ему говорит, а я не могу, на меня жмут вон оттуда. Донской фронт, которым командовал Константин Константин Черкасовский, все время, пока отражали немецкое наступление, нажимал на западный фаз котла. И чтобы там ничего не сломалось, немцы все свои резервы вынуждены отправить были туда. И небольшой маневр оттуда и удар навстречу им было осуществлять нечем. Это командная игра, когда и Рокоссовский, и Еременко, и Ватутин делали одно дело, и каждый старался помочь другому. И вот этим нажимом Рокоссовский сделал столько же, сколько те, кто сражались здесь в механизированных бригадах. Он лишил противника подвижного резерва при недостатке горючего на этот маневр. Это вообще имело критическое значение. И не позволил ударить навстречу. Ну и завершающий период это как раз та сама операция кольцо. Вот как раз фотография Аркасовского того периода января 43-го года. И здесь нужно было окруженного дожимать, уничтожать. И здесь тоже что называется своя история о том, как аутсайдер может выиграть Аркасовскому для уничтожения окруженных немцев в операции кольцо. Ну оставили войска его фронта и передали из соседнего Сталинградского фронта несколько армий. 57-ю армию, 64-ю армию. Они были для него новыми, у него на время знакомства с ними практически имелось неделя максимум. Он объехал 62-ю армию в Сталинграде дали, он тоже в нее съездил. Она понятно, что мало что могла сделать в условиях города. И в принципе он те армии, которые были ему переданы незадолго до нового 1943 года, он не задействовал всерьез в операции кольцо по сокрушению немцев. А так получилось, что именно они сделали ключевую работу. Поскольку Паулюс, опять же, будучи безусловно компетентным человеком, он создал специальные крепостные батальоны, которые формировались из тыловиков, потому что уже не было необходимости в таком количестве тыловиков, когда артиллерия нет, боеприпасов нет, ну даже в принципе нечем заправлять автомашины, тем более лошадей съедают, коноводы остаются, и масса тыловиков, он из них формировал крепостный батальон, то есть 30% бывалых солдат и 70% тыловиков. Он создал несколько таких резервных крепостных батальонов, которые в принципе на статичных позициях могли там с пулеметами, с винтовками худо-бедно обороняться. И план Рокоссовского предусматривал срезать западную часть котла, такой мариновский выступ, но советская разведка не вскрыла перегруппировки немецких дивизий, Паулюс тоже понимал, что бить по нему скорее всего будут с этой стороны, и поставил там самую свою сильную дивизию. Начинается операция Кольцо, наступающая на Западе, несмотря на колоссальную мощную артиллерийскую группировку, то есть противники поменялись местами. Как раз заработала Пермь с пороховым производством, боеприпасами ситуация резко улучшилась, она улучшалась с августа 1942 года, к январю в принципе были достаточно мощные запасы, которым можно было крошить противника практически, как говорится, в одну калитку. Но застревают на позиции просто потому, что против них работает масса пулеметов, легкая артиллерия на хороших позициях, и кольцо начинает буксовать. И в этот момент 64-я армия Шумилова, Михаила Шумилова неожиданно нащупывает слабое место. Она нащупывает, может быть, угадайте, Румын. Она нащупала Румын. Нащупала слабое место. За Румынами стоял полк немцев. Но когда пробили Румын и начали обтекать этот полк немцев, Паулюс туда бросил свои последние резервы. Ничего не получилось. И в принципе вот этот котел он по сути вскрывался с юга. то есть опять же командная игра. Человеку сказали у тебя вспомогательное направление. Ну ты там наступаешь, наступай. Он подошел к делу с огоньком. Тщательно прощупал противника. Нашел где Румыны. как говорится удар молотком стоит один рубль, куда ударить тысячу рублей. Удар и весь стройный пранк Паулюса с тайной переброской пехотной дивизии, которая до этого не участвовала в бою, он терпит неудачу. Паулюс был заранее уже настроен на то, что его армия это армия смертников, которая должна просто продержаться как можно дольше. Потому что к тому моменту уже снабжение по воздуху было плохое. Но вот эта вся линия одна за другой линии обороны начинает обваливаться. Именно потому, что ее вскрыли с юга. И возможности держаться уже не получается. Дальше захватываются аэродромы, на которые поступало последнее снабжение, и дальше загоняют уже на руины Сталинграда. 64-я армия идет к центру, впереди высится элеватор. И снова задаю вопрос, как вы думаете, кому доверили оборону элеватора? Румынам, конечно же. Потому что немцы, опять же, они не следует думать, что они какие-то роботы. Вот противник, он может быть сильным, опасным, с мощным вооружением, но они не роботы. И немцы понимали, что элеватор будут расстреливать из всех орудий. Кого туда надо загнать? Практически под угрозой оружия туда загнали румын. И мощная крепость, она высилась там, с нее все просматривалось. Она в итоге оборонялась. Для румын это было просто не очень интересно. Они понимали, что сражение проигранное, они были готовы сдаваться. Ну, как бы, мы проиграли, ну, дело житейское, надо сдаваться. Немцы стремились держаться там до конца. то есть их была фактически такая установка из штаба Паулюса. И в итоге с юга Шумилов доходит до центра и получает там от пленного переводчика этнического немца, эмигрировавшего из России в гражданскую войну ценнейшую информацию о том, что Паулюс и его начальник штаба готовы сдаться. Они готовы спасти свою жизнь. И в нужное время, в нужном месте к ним присылают делегацию, причем опять же к вопросу об отношении немцев. Когда к немцам приходил капитан или майор, они говорили, ты кто такой? Присылайте нам полковника. Полковникам рисковать тоже как-то не очень хочется, потому что непонятно отправлять им парламентёром ценного кадра, что делали? Брали капитана с одной шпалой. Ему собирали ещё шпалы в петлице, и он становился временным полковником. Он приходил к немцам и разговаривал с ними, владея немецким языком, но он был не настоящий полковник. Но тем менее удавалось уговаривать. Первым сдавались румыны, конечно же. это была просто не их война, они были на это настроены. Как бы там им немцы не угрожали оружием, они просто понимали, что проигранное сражение у них там дома семьи, это не их война, большому счёту. Немцев жёстко прессовал, чтобы Паулюса не сдаваться. Нам приказано держать Салининградский железнодорожный узел, чтобы можно было стабилизировать линию фронта, мы смертники. Но при этом сам Паулюс был готов сдаться, и когда к нему пришли парламентёры, он довольно быстро с ними договорился. И дальше пошла бывальная капитуляция. И уже в руинах Сталинграда мощнейшая армия была разбита. И самое главное, у Паулюса была колоссальная группировка артиллерии. Она была смертельно опасной для любого, кто пытался с ними биться в лоб. Каждое такое орудие выстреливало снаряд весом в 100 килограмм. И оно могло выстрелить на 15-20 километров. Это было очень опасно и страшно. И нужен был план, как вот этих обойти и обрезать им снабжение, потому что снаряд весом центнер, его не навозишься, когда их сотнями расходуются. И такой план придумали. Придумали и план, и средства для него, танки, и механизированные корпуса, чтобы эти танки не пожгли, чтобы ударить им там, где надо. Ну, давайте подведем некоторые итоги. к осени 42-го года сложилась организационная структура Красной Армии, с которой была выиграна война. Это как раз про танковые механизированные корпуса. Это было готовое, хорошее решение, которое просто тиражировалось. Тиражировалось в пределах экономических возможностей страны, потому что реально в Красной Армии было примерно 30 танковых механизированных корпусов, просто в силу наличия автотранспорта, потому что большее количество эффективного автотранспорта обеспечить было проблематично, это очень много его. Инструментом успехи стали как раз самостоятельные механизированные соединения, способные на операцию окружения. Они были способны ударить по слабой точке, пройти 100 километров, замкнуть кольцо окружения. Это решение тоже просто тиражировалось. Не всегда это получалось. Иногда танковые механизированные корпуса останавливали авиации, потому что летом 43-го года на Курской дуге вот такого покрывала из облаков, которое закрыло тех, кто ехал к Калачу, его не было. И было сложнее, нужно было еще биться за воздух. Это уже совсем другая история. Но инструмент был. И когда он применялся в условиях того же господства в воздухе летом 44-го года в Багратионе, германская армия потерпела крупнейшее поражение за свою историю. Тоже танковые механизированные корпусы. Раз замкнули котел, два замкнули котел, три замкнули котел. Группа армий центра нет. Рухнула, и за ним все остальные сыпятся. Румыния Яско-Кишиневская операция замыкает кольцо противника. Узкие фокшанские ворота с построенным поперек нее укрепленным районом проходят маршевых колонок, потому что их некому защищать, потому что все окружили. Так раз, раз, раз съедали. Иногда хватало даже просто прорваться в глубину, а те, кто оказывался между вот этими ножами, которые прорывались в глубины, их просто собирали в лагеря военнопленных, кто не успевал убежать. И вот что нужно все же помнить и говорить, что всегда в борьбе больших армий есть элемент случайности, неопределенности, зависящие от командиров тактического звена. Это всегда случалось во всех войнах. Это особенность ведения войн, что иной раз все зависит от человека, который должен идти до конца, который должен выполнить свой долг, невзирая ни на что. Ну, вот полковник Филипп, подполковник Филипп, который пришел, моста не обнаружил, мост нашел, его взял. Такие люди всегда есть во всех сражениях. Это те люди, которые становятся героем на своем месте, на уровне конкретных рот батальонов. И что обязательно надо сказать, перелома в войне, в зимней кампании 1942-1943 годов, потому что после Сталинграда именно в комплексе, как и поражение армии Паулиса, и последующего разгрома союзников Гитлера на Дону, и фактически всего разгрома войск, которые были от Воронежа до Кавказа, нанесением крупного поражения, так скажем, всего этого удалось добиться с опоры практически исключительно на собственные ресурсы. Собственные ресурсы пороховые с минометами, собственные ресурсы нефтянки и собственные ресурсы автотранспорта. Если ждать ленд-лиз, нас бы убили. Поэтому сильна та страна, у которой есть свои собственные ресурсы по всем ключевым направлениям. Тогда, в те годы, это были ресурсы, в том числе промышленность, механика, автотранспорт, авиационные двигатели, в конце концов, танковое производство. Вот у нас эти ресурсы были, причем не только в европейской части страны, которая была потеряна в 1941, но и в ее глубине. И это позволило вкупе с продуманным планом добиться перелома. Потому что просто оставаться на этом рубеже, который был в самом начале, это означало смерть. Потому что немцы бы долетели до Баку, разбомбили бы нефтепромыслы, немцы бы дождались весны и пошли бы еще куда-то. наша страна погибла. И вот от тех людей, которые проводили операцию уран, зависело очень многое. И они оправдали доверие. Спасибо за внимание. Вот что я хотел вам сегодня рассказать. Пожалуйста, с вопросом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Вот вы сделали акцент. Думаю, может быть, еще есть некоторые рецепты. Что все-таки стало основным успехом кратчайшие сроки, кроме плохой погоды? Какие еще факторы сыграли, что удалось обеспечить скрытность, быстро переброски наших войск и замкнуть все-таки кольцо? — Я скажу так, что ключевым была вот эта южная клешня. Северную клешню ее вскрыли. Немцы летали, они видели, что что-то сосредотачивается. Но когда они видели, что что-то сосредоточено в привычном направлении, они не придали этому большого значения. — Ну да, будет очередной выпад. Будет очередные там 100-200 подбитых танков. Ничего страшного. — Сложнейшую логистическую задачу, которую решили с южной клешней, то есть надо было переправить через Волгу. На самом деле, тысячи единиц техники. — Это степь, негде спрятаться. Нужно было их организованно переправить, на короткое время спрятать, а затем использовать в безориентирной местности, поскольку степь и очень малое количество населенных пунктов. — И в этих условиях плохой погоды им это, естественно, мешало. Они двигались в густом тумане, и нужно было очень четко двигаться по нужным направлениям. — Они хорошо были подготовлены на учениях. Потому что есть даже рассказ справедливый о том, как командир одного из них корпусов написал «Мои бойцы не готовы». — Но он все же недооценивал своих бойцов. Они были достаточно хорошо готовы для того, чтобы ударить. — И вот эта идея механизированных корпусов, то есть которых много пехоты, потому что танковый корпус — это 10 тысяч человек, механизированные — 16 тысяч человек. — Его использовать на нужном направлении. То есть важный был вопрос, куда его поставить, в какую точку. Вот его поставили в нужную точку. И сама идея ударить на большую глубину, она была инновационной для своего времени. Это сейчас нам кажется, а вот так и надо было делать. Для того времени надо было определенный порог преодолеть, решимость. Ключевая роль — именно танки. То есть делали ставки на танки, объединенные в вот эти вот единицы. Танковый механизированный корпус. И они сыграли. В большей степени, чем промахи в тактике пехоты. В конце концов, недостаточное, на самом деле, количество артиллерии, которые, да, собрали, но пробить на других направлениях не получалось. То есть когда попытались пробить, опять же, я вам просто поясню, почему я так считаю. Когда попытались отрезать кусок немцев, то есть рассечку котел пополам, такая называемая задонская группировка, когда попытались ударить так же по немцам, не получилось. Поэтому ключевым было именно создать единицы, которые способны пройти 100 километров и поставить их в нужную точку. Вот это было очень такое инновационное решение для того времени, и Жуков Василевский придумали. То есть вот это было основным. Но опять же, если, опять же, так сказать, определенный подтекст предыдущих событий, надо было сначала собрать, я это рассказывал в прошлом году, не все, я думаю, это или слышали, уличные бои в Сталинграде. Это заставили немцев тянуться в уличные бои и зарасходовать там свои аналогичные единицы танковой дивизии. Они там застряли в городе, и когда понадобилось быстро бежать к калачу и что-то отбивать, от них остались уже ошметки. Эти ошметки, конечно, не могли сыграть так же, как полноценные дивизии, которые въезжали в Сталинград там в сентябре-октябре. 24-е танковые, 14-е танковые, они уже были так сильно потрепаны. Авиация, авиация, говорю, авиация ходила пешком под стол, на 3 воздушной армии было 800 машин. Это вообще ни о чем. Достаточно сказать, что под Курском в воздушной армии, которая была под Сталинградом, было 1000 самолетов в одной, а под Берлином было 3000 самолетов. Поэтому на авиации нельзя было строить Сталинград, и на нее надеялись в меньшей степени. И то, что Васильев сказал, не надо нам авиацией, мы спрямимся с тем, что есть, оно получилось. У меня тоже есть вопросик, если позволите. На войне все средства хороши, меня не оставила неравнодушной эта история с мышами. Насколько на самом деле это могло быть с планированным действием? Наверняка там Российская Академия Наук, она не дремлила. И вообще, какие еще факты известны об использовании животных или насекомых в данной войне? Ну, насекомые, наверное, в меньшей степени на тот момент. Я скажу так, что это заранее не планировалось. Академия Наук сработала в другом. Она сработала в сбережении своих солдат, то есть Красной Армии, от тулеремии. Поскольку что произошло летом 42-го года? Отступали, засеянные поля осыпались, еды много, грузунов много. 6-я армия Паулиса колоссальные потери неслали тулеремии от болезней. То есть они были больше боевых, в разы больше боевых. У нас с этим, наоборот, справились именно с противодействием тех болезней, которые разносились грузунами. А так, мы говорим, мыши, они неуправляемые. Не знаю, вот я как бывший связист скажу, что волоконно-оптические провода перегрызали. И вот у меня мои коллеги по работе съели проводку в Mitsubishi Lancer. То есть такое было тоже. Я вот прям очень хотелось к ней пойти сфотографировать, но она не разрешила. Я хотел в лекционных материалах использовать. Поэтому не использовали это намеренно, это затруднительно. Биологическое оружие, опять же, если говорить о том, чтобы использовать что-то как биологическое оружие, уровень развития биотехнологии в 1942 году не позволял создать биологическое оружие. Его было возможно создать на технологиях 1960-х годов. Оно было создано эффективное биологическое оружие. Тогда оно было просто технически нереализуемо в силу проблем с созданием работоспособного носителя. Поэтому можно определенно сказать, что Академия наук никаких неконвенционных методов не использовала. А так Академия наук, она, в общем, естественно, помогала вооруженным силам в создании подкалиберных снарядов, которые сработали 80 лет назад под Курском. Еще какие-то решения, но не биологическая война. То есть до биологической войны было еще далеко. Эксперименты японцев это, в общем, показали, что это работает очень условно. Нашу армию вакцинировали на тот момент? Нет, были вакцины, да, вакцинирование, но конкретно тулеремии боролись в основном такими мерами общего характера. То есть с поддержанием должного уровня санитарного обслуживания войск. Просто не экономили на санитарном обслуживании и пускали это на самотек. В нем просто был пущен на самотек и, естественно, привело к негативным последствиям. Интересно еще узнать, чем отличился Дальний Восток во время Второй мировой войны и как он вообще мог помогать своим союзникам на таком дальнем расстоянии на территории нашей большой страны. Значит, что касается Дальнего Востока. Как раз на Сталинград летом с 1942 года отправили эшелоны с дальневосточными дивизиями, которые были укомплектованы по штату, долгое время готовились к тылу. Они прибыли, участвовали летом в летних боях. А так, ну, если Дальний Восток в широком смысле, там держалась очень большая группировка против японцев. Периодически из нее изымались войска и отправлялись на Запад. Ну и если опять же говорить о том, что Дальний Восток, в том числе и в экономическом плане, то, например, завод на Комсомольске-на-Амуре, который делал бомбардировщики. А тогда, ну, не совсем Дальний Восток, но Омск это тоже, там, за Уралом. Туда довезли завод-большевик из Ленинграда, он делал танки. Как раз был одним из частью плана Зальцмана по удержанию производства 134-ок на нормальном уровне. Так что Дальний Восток помогал и людскими ресурсами, и промышленными. Но если так вот честно говорить, то Становым хребтом был Урал, Поволжье. Ну, я уже говорил, Татарстан, 40-й пороховой завод, 22-й авиационный, очень много дел. Здравствуйте, мне было бы интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете насчет, так скажем, запрещенного допинга во времена Великой Отечественной войны? Значит, действительно, он применялся, причем он применялся во Второй мировой войне в целом. Применялся он вермахтом в больших объемах. Фактически западная компания во Франции держалась на первитине. Это психостимулятор, который позволяет, например, не спать сутками и за рулем автомашины, что называется, двигаться к Ла-Маншу в наступлении. То же самое применялось и на Советско-Германском фронте. Но у этого допинга есть отрицательный результат, отрицательное последствие, когда долго потреблять эти таблетки первитина, которого немцы вот так вот за пилоточку закладывали, листик с первитином, то ресурсы организма истощаются, плюс еще психологическое состояние депрессии возникает. Поэтому, что называется, пройти всю кампанию 41-го года на наркотиках было нереально. Но какие-то разовые мероприятия, в том числе применение авиации, то есть люфтваффа, оно в том числе держалось на первитине. Вермахт, ну, такое, может быть, очень хлестко формулировано, как говорится, сторчавшаяся армия, где действительно боевые части очень широко использовали психостимуляторы, причем психостимулятор ядовитый, первитин. Например, советские космонавты в 60-е годы имели в аптечке феномин, он более мягкий по своему действию, опять же, применялся в комплексе с витаминами, с поддерживающими препаратами. А вот поменение первитина, оно могло привести к потере боеспособности, что называется, не завтра, а послезавтра. И это в 41-м году, возможно, тоже играло свою роль. Да, я слушаю. Здравствуйте. Можете рассказать о разнице союзников, которые помогали Советскому Союзу в начальной войне и в конце, когда было понятно, что армия СССР выиграет? И можете перечислить этих союзников? Ну, союзников, нет, список союзников, он длинный, потому что по мере приближения к концу войны, все больше и больше стран стремилось стать членами антигитлеровской коалиции. Но основными западными союзниками были Великобритания и Соединенные Штаты. Проблемой союзников было то, что Европа была полностью под Гитлером, то есть им нужно было проводить крупномасштабные десантные операции для того, чтобы высадиться. В начале войны помощь была крайне ограничена. Просто ввиду логистических проблем доставки северными конвоями, в 1942 году немцы собрали крупные силы флота в Норвегии и морской авиации, которые препятствовали эффективной проводке конвоев. Ну, про автомашины я сказал, если говорить о критической помощи союзникам, это вот помощь по пороховым компонентам. Но, откровенно говоря, мы бы их могли сами купить на мировом рынке за деньги, если уж на то пошло, за добытое на кломе золото. Привлечение союзников, безусловно, сократило войну и уменьшило наши потери. То есть так, один на один с Гитлером мы понесли большие потери, чем понесли в реальности. Опять же, если градуировать союзников, то главным толкачом были Соединенные Штаты. Британцы, обескровленные, на самом деле, Первой мировой войной и обескровленные, в том числе, психологически, они предпочитали всякую периферийную стратегию, Африку, Балканы. И более энергичную позицию занимал Рузвельт, который был искренним другом Советского Союза. И, конечно, его смертью в 1945 году политическая обстановка сильно поменялась. Но так, главным толкачом войны на Западе были союзники западные, обладавшие большими ресурсами, в том числе в плане, например, артиллерийских боеприпасов, радиосвязи. То есть это были достаточно многочисленные армии. И если, опять же, использовать те вещи, которые считали после войны сравнительно эффективности войск, то всякие сказки в западных книгах о том, что союзники воевали с немцами один на один, у них получалось, это все сказки. Союзники воевали при своем колоссальном численном превосходстве. И при худшем качестве тех войск, которыми они встретились в 1945-1945 годах. Ну, безусловно, антигитлеровская коалиция, то, что это была коалиция, а не один Советский Союз, это сократило сроки войны, уменьшило наши потери. Поэтому союзников надо помнить хотя бы за то, что они позволили миллиону-двум человек вернуться домой, а не остаться где-то в полях под Франкфуртом на Майне. Вот такой, наверное, ответ будет. Здравствуйте. Возник такой вопрос. Если бы вы были руководителем Сталинградской битвы, как бы вы поступили и как бы вы могли объяснить свои действия? Сталинградская битва, опять же, в какой период, там, летом в бороне наступление? Я так скажу, что я преклоняюсь перед теми, кто тогда воевал при достаточно ограниченных ресурсах. Опять же, историк знает больше, он знает многие расклады, в том числе и с той стороны. Басилевский, Жуков, Реременко, они обладали только некими очень расплывчатыми данными разведки. Если говорить о том, там, что можно было исправить, ну, в любой операции есть, что исправить. То есть, например, там, использование той же второй гвардейской армии, которую использовали для отражения, после того, как мехкорпуса сдержали противника, дальше заслон прочный поставил вторая гвардейская армия, про которую снят фильм «Горячий снег», что ее можно было использовать, там, в операции «Кольцо», как более сильную и оснащенную механизированным корпусом, который бы от стенки до стенки весь котел прошел, а вместо нее на внешний фронт поставить какую-нибудь, там, 21-ю армию. Ну, то есть, всегда есть поправки, которые могут давать историки, но случилось так, как случилось, и я не могу сказать, что вот конкретно операция «Уран», она была спланирована плохо. Вот как раз-таки она является образцом того, как планировались операции. Поэтому советы товарищу Жукову и Василевскому я бы давать не решился. Так что тут все мы, зная, что произошло потом, мы можем дать какие-то советы. Вопрос именно был в том, чтобы грамотно импровизировать тогда, вот именно тогда принимать правильные решения в конкретной ситуации, неопределенности планов противника. Если, опять же, Сталинградская битва, я, например, в книге привожу, что, может быть, Чуйкову стоило тяготеть больше к югу, направлению элеватор, центр города, чем к северу города в плане его обороны. То есть, это обеспечивало более устойчивый такой очаг сопротивления, потому что перспектива соединения там с севером была не очень. Но говорю, что как раз-таки операция «Уран», она была придумана, спланирована практически идеально. Вот это тот случай, когда, что называется, снимаешь шляпу. Вот так же снимаешь шляпу операции «Багратион». Ну, а если говорить о том, где можно дать много советов, это «Ржев», конечно. Потому что операция «Марс», которая была под «Ржевом», которая была неудачной, в отличие от «Урана». Ну, там, да, там были достаточно серьезные косяки в планировании. Вот так. Здравствуйте, я Чувашова Лея Михайловна, и я интересуюсь, по большей части, загадками в истории всего мира. И хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы думаете, что случилось с перевалом Дятлова? Что же там произошло в ту ночь? Ну, это не совсем про войну, но я даже не турист, но я придерживаю традиционную точку зрения. Ледяная доска. Я всегда, сколько я разбирался с различными историческими событиями, часто наиболее простое объяснение оказывалось самым верным. Поэтому, вот, если говорить об исторических загадках вот в этом плане, то ничего такого, ни ракеты там какие-то, ни, что называется, инопланетяне, нет. Чаще всего ответы достаточно просты, точно так же, как там Чернобыльская катастрофа. Есть четкие цепочки развития катастрофического ситуации, которые, на самом деле, в перевале Дятлова они видны. Доска, паника, ну и дальше само. Само все становится очень плохо. Танк Т-34 был разработан за 2-3 дня. Нет. Есть образцы, которые разрабатывались за дни, но Т-34 как раз создавался довольно долго перед войной. И это, безусловно, танк Победы. То есть это идеальное изделие для советской военной промышленности. Он не требовал большого количества пороха. Он производился из металла, которого у нас на магнитке было очень много. Он был достаточно простым. В нем используются литые детали. Литая броня тоже стала советским ноу-хау. Он потребовал долгой работы большого коллектива людей. Он был не без недостатков, но тем не менее он потребовал, на самом деле, несколько лет на свое создание, доведение до ума. Поэтому он что там за 2 дня. Вы, наверное, может быть, тот, кто вам это рассказывал, я имею в виду создания пушки для Т-34, пушки F-34, которая была создана из уже имевшихся наработок конструкторского бюро арт-конструктора Грабина, которые, ну, что называется, собрали из кубиков. Уже были готовы решения, которые просто за 2 дня объединили в одну пушку. И все получилось. Скорее всего, это имеется в виду. А сам Т-34, она довольно долго создавалась. Здравствуйте. Какой, по вашему мнению, был самая большая ошибка при нападении немцев? Поражение их просто стратегическому плану? Главной ошибкой было отсутствие какой-то четко определенной цели операции Барбаросса. Потому что она металась между двумя целями, даже тремя, военной, политической и экономической. И это способствовало разбрасыванию ресурсов. Политический захват столицы, военный разгром Красной Армии, экономический захват важных центров страны. И нам повезло, что немцы, например, не пошли сразу с самого начала на Кавказ. Не стали отбирать у нас нефть. А то, что они пошли на Москву, на Ленинград, то есть разбросали свои силы. Ну и на самом деле, если говорить о ошибке, такой принципиальной, заложенной прямо в сам план, это отсутствие изначально предположения, что Красная Армия может восстанавливаться за счет мобилизации людей, вооружения их, создания новых дивизий. Немцы уже столкнулись с этим во войну французами в XIX веке, франко-прусскую, и не сделали из нее правильных выводов. И точно так же с нами они не сделали правильных выводов, даже увидев, что на фронте появляются новые дивизии. Они видели, что да, там захватывают пленные, там дивизия создана только что, ей две недели, но ничего в ответ не предпринимали. И это привело их, собственно, к краху, когда они пытались той группировкой, которая была изначально, сделать очень сложную задачу, да еще и раскидываясь между политикой, сугубо военными задачей экономик. Так что вот так все в сумме сработало, вот эти вот две вещи. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое. Вопрос еще, вопрос еще. Спросим человека, да. Здравствуйте, меня зовут Шарапа Тимурова. Вы сказали про то, что участвовали при создании каких-то фильмов про Великую Отечественную войну. Какие особо можете выделить? Ну, во-первых, Великая война. По Первому каналу показывали в свое время 18 серий в сумме и несколько циклов на телеканале «Звезда». Это битва ставок, битва экономик, неизвестные сражения. Вот в этом году выходит как раз третий сезон неизвестных сражений. Там будет операция «Кольцо» в подробностях. Ну и помимо этого на канале 365, такие как и какие-то разовые проекты, но в сумме их полсотни. Но самый пока большой – это Великая война, который в том числе переведен на английский язык, демонстрируется на Западе. То есть я его вспоминаю с большой теплотой. Мы ее сделали очень быстро, но до сих пор я понимаю, что сделали по направленности вполне правильно. Я не знаю. растет. И в следующем году я надеюсь, что мы снова увидимся в еще большем составе. Огромное количество вопросов от ребят. Спасибо вам большое за хорошие, развернутые ответы. И вам, ребята, за вдумчивые вопросы. У нас, к сожалению, время ограничено. Поэтому на сегодня это все. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.